Привет дорогие сплетники, добро пожаловать обратно на мой канал, меня зовут Антон С, на этом канале пьем очень много кофе, а еще очень много сплетничаем. Дорогие мои сплетники, кто не знает, сейчас в каждом видео я поддерживаю, сейчас начал замечательную инициативу, сколько помощи, сколько поддержки малому бизнесу, те кто стараются начать какое-то свое творчество, бизнес, зарабатывают деньги, делают какое-то производство. И сегодня у нас пришла посылочка от сплетницы из Испании, панда Алла, восхитительные, абсолютно шикарнейшие вещи пришли от нее, маленькая посылочка, полная восхитительных подарков, ребят, это у нас здесь, дорогие мои, серебряные бусы, очень ультрамодные, сейчас жемчуг, речной жемчуг в сочетании с серебром, это настолько круто, это настолько красиво, и столько она мне прикольных вещей прислала, ребят, я в полнейшем восторге, вот это я хотел открыть на камеру, а не одеть ее, вы только посмотрите, какой же кайф, какой же настоящий кайф, абсолютно шикарные украшения от панда Алла, девчонка находится в Испании, абсолютно крутые вещи, боженька-то мой, оно разъединяется еще, это двое бус в одном, какой кайф, господи, как же это все круто, ребят, от всей души, давайте сегодня будем немножко экстра, господи, какая красота, спасибо, милая моя, я обязательно оставлю инстаграм панда Алла, ребят, переходите, поддерживайте наших сплетников, бизнесменов, начинающих бизнесменов, или маленькие какие-то нишевые бренды, давайте поддержим, зайдите, подпишитесь, может быть найдете что-то для себя прикольное, поддержите сплетников в их начинании, в их первых шажках в бизнесе, я считаю, наша инициатива помощи малому бизнесу, она восхитительна, абсолютно бесплатная, я это делаю, пишите моему ассистенту Екатерине, кто что-то производит, кто что-то делает, и ссылочка на моего ассистента Екатерину, ее телеграмм в описании, пишите Кате, она объяснит, как прислать вещи, бесплатно, раз в день, в каждом видео я показываю новый бренд, знакомлю нас сплетников, с нашими же сплетниками, мини-бизнесменчиками, обожаю, я очень рад, что в моему комьюнити зашла такая тема, знакомство с новыми бизнесменами, повторюсь, сплетниками, и мы с радостью вас всех поддержим, присылайте мне ваши произведения, ваше творчество, ваш бизнес, то, что вы производите, с удовольствием поддержу абсолютно бесплатно, иначе уже сразу предъявляю, что бесплатно, ты все вещи оставляешь, ребят, ну ради бога, ну отстаньте, знаете, интернет такая вещь, начнешь учить людей лизать крючком, найдутся тысячи хейтеров, которые скажут, что ты, чтобы ты горел в аду, ну такая вот людская натура, кстати, позавчера у меня на моем основном канале вышло восхитительное гадание на Никиту Михалкова, спорное гадание, кому интересен такой формат гаданий на картах Таро, в каждом субботном моем основном канале гаданий на очень интересных личностей. Не могу говорить, к нам пришли с обыском, я постараюсь сейчас сделать, сделать несколько буквально звонков, если у кого-то есть возможность связаться на Сапе, чтобы быстро жить. Я сейчас передам номер. Не открывайте пока. Вика Цыганова, вернее ее муж тоже, Вадим Цыганов, объявили буквально позавчера, это уже было, что в их доме прошли в обыске и обвинили в этом Ксению Собчак. Значит, вечером 4 ноября, да, это вчера вечером было, в телеграм-канале ее появилось сумбурное видео, в котором все то, что вы видели, Вадим Цыганов сообщал об обыске. Он сказал, что постарается сделать несколько буквально звонков и просил кого-то пока что-то там не открывать. Значит, множество орфографических ошибок в их телеграм-канале, пришли с обыском и ищут, настучала Собчак, помогите, номера знайте, звоните скорее. Сама Собчак прокомментирует это все, сказала, о чем стучать на Вику Цыганову, она лучше заведет муравьиную ферму у себя в кабинете, эффект наблюдения за подобными. Вот, примерно будет тот же. Также она опубликовала в своем блоге новый пост, в котором говорилось, это Вика Цыганова уже, да, расходимся, улики изъяли, туфли и нейросей, читайте русскую классику Александра Пушкина. Также она пожелала своим подписчикам хороших выходных. Вы знаете, здесь две хорошие вещи, два таких замечательных умозаключения лично от меня, да. Во-первых, если к Вике Цыгановой и к ее мужу Вадиму Цыганову, к замечательным патриотам Российской Федерации, действительно, пришли какие-то люди и пришли с... Ну, не какие-то люди, но, видите, какие-то силовики, я не знаю, кто там приходит у вас в обыске Российской Федерации, и за что? Если честно, ребят, я в шоке от этого... ...менского цирка. То, что сейчас происходит в России, это полный трэш. Во-первых, конечно, ситуация, если действительно к ним пришли с обысками, ситуация у нас называется жаба-гадюка, да, ну, такой вот, знаете, перформанс они устроили неугомонные. Во-вторых, конечно, скорее всего, Вика, это не силовики, а это нейросети нагрянули. Ну, а в-третьих, Вика, если действительно к вам пришли эти самые силовики, откройте окно, Вика и Вадим, и громко крикните на все воля Божья. Так, как утверждают мои сплетники, у меня в Телеграм-канале должно помочь. Если же это была просто провокация, ну, не столько провокация, сколько если они решили так пошутить, если так они решили поюморить. Вы знаете, если что-то, например, абсолютно уместно у инстасамки, то в контексте, извините, двух пенсионеров Вики Цыгановой, она сама заявила, что она безумная, об этом заявляли, вот в этом видео, по этой ссылке можете пройти, потому что она сама так заявила. Если такое бы прокатило бы в теории у той же инстасамки, то в контексте Вики Цыгановой и ее мужика Вадима, это сам настоящий кринге, по-другому здесь никак не назвать. И если они таким образом пытаются, наверное, привлечь внимание к чем-то... Вы знаете, вот этот вот дуэт Вика Цыганова и Вадим Цыганова настолько колченогая, невменяемая собака, да, что ожидать, в принципе, от них можно абсолютно всего, это одно. Но второе, если к ним действительно пришли по каким-то причинам с обыском, меня не отпускает вот эта мысль. Сталинские времена. Сталинские времена в контексте «Сегодня ты лучший друг, сегодня с тобой Сталин преломляет хлеб и выпивает стакан вина, завтра ты изгой, враг народа, и, скорее всего, у тебя будет вышка, после которой ты отправишься к праотцам». Нет безопасности, нет такой, знаете, уверенности, что тебя эта машина полицейской хунты и диктаторского государства не подомнет под себя. То, что сейчас происходит, ребята, это абсолютнейшее безумие. А, кстати, у стасанки Лолиты же, дорогие мои, сниппеты они представили, да? Песня «Титани». Я в свое время, года два-три назад, я тогда удивлялся, по какой причине эти, значит, старые, ну, прям, дряхлые звезды соглашаются выступать вместе, записывать какие-то совместные проекты с молодыми начинающими. Я думал, что молодые начинающие. Кто-то там кому-то платит, ребят. Нет, для стариков, типа Лолиты, это, конечно, попытка реанимации карьеры, чтобы быть даже не столько реанимацией в случае с Лолиты, сколько попытка оставаться актуальной, да? Ну, будет скандальненько, будет громкенько. Плевать, честно. На курче, на эти наблюдать очень интересно. Вы знаете, одна ярость, одна адовая ненависть ко всему и ко всем. Значит, напомню, что буквально позавчера мы обсуждали, вот в этом видео, по этой ссылке можете пройти посмотреть, то, что Пугачева возвращалась в Россию. Я так понимаю, через Литву ездит, да, на машине. В другом уже сейчас никак, да? И вот буквально два дня она была в России. Говорят, утрясала наследство, продажи недвижки. Ну, расставляет точечки над «и». И она вновь покинула спустя три дня Россию. И уехала она, я так понимаю, в Литву или в Латвию, да? Галкин опубликовал вот эту фотографию. Какое сегодня солнечное воскресенье в Сигулде? Прошу прощения, Литва, Латвия. Ребята, вы мои любимые соседи, которые знают, я сам из Эстонии. Постоянно путаю, в какой стране какой город находится. Я люблю Ригу. Вильнюс так себе, но тоже люблю. Наши Балтийские штаты прямо душу мне греют. Но с вашей географией я путаюсь и с вашими городами тоже. Вернулась она обратно. Но здесь у меня про ярость и ненависть, да? Все вы помните невменяемую красную шапочку. Здесь мы говорим про пьяно-поплавское, да? Это невменяемая красная шапочка всего Советского Союза. Ярая антисемитка. Я напомню, одного из ее детей фамилия Гинсбург. То есть, я так понимаю, там она от евреев и рожала этих детей. Вопрос не в этом. Прокомментировала она то, что Пугачева приезжала сейчас в Россию. Прямая цитата социофобки Поплавской. Холопами при власти всегда были вы, Алла Борисовна. Кормились с руки, угождали, по вызову обслуживали дни рождения и праздники чиновников. Лживо улыбались, называя это дружбой и связями. Холопы, возомнившие себя господами. Что может быть ущербнее? Только слуга, не найдя себе пристанище, гонимый и неприкаянный, не нужно нигде. Ползет обратно в свою нору. А нора это называется грязь. Какая жестокая насмешка судьбы. Где вы живете? В грязи. И это правда. Свинья грязь найдет. Только к народу, которую вы после отъезда измазать и унизить хотели, она не пристала. Честь, достоинство и совесть приобрести невозможно. Даются они при рождении. Это не ваши внуки на фронте нашей страны стоят. И на фронте Израиля их тоже не видно. Несладко вам стало и на земле обетованно. Ее вы тоже предали. Нет у вас нигде ни дома, ни родины, ни народа. Знаете, удивительный момент. Я когда читаю такое, то у меня здесь жутчайший когнитивный диссонанс. То есть то, что пишет Поплавская про Пугачеву, то же самое можно отнести. Вот один в один, слово в слово. Можно отнести к самой Поплавской. Ее отношения к правящей сейчас власти. Знаете, ребят, я допускаю, что вдруг есть такой хороший шанс, что Поплавская не проплачена. Что она не пропагандистка на рубле сидящая. Что она действительно и искренне, и от всего сердца верит в то, что она несет. Но у меня вот это удивление, вот этот шок, он меня не отпускает. Ведь есть думающие люди. И постсовок, он в принципе прошел коммунистическую грязь. Вот это вот все, да. Все равно был культ личности. Каждый, этот, блин, глава ЦК, этого хиса, как там называли, да. Главный секретарь, да. Они все были личностями, которые возводили их в культ. Они сидели на своих креслах, да. Кончины, как Папа Римский, да. Вот эта вот вся тема, она была пронизана в совке. С дедушкой, к сожалению, не общался, да. Но я общался с отцом моего отчима, например. И знаю я, как и ловили голос Америки, да, в Советском Союзе. И я знаю, как продавались, да, ужасно, как бы это ни было, да, западные жвачки. Я все это знаю. Я и сам застал из 78-го года, да. И знаю я, как люди жили, потому что много с этими людьми общался, когда не было той свободы, да. Откуда вот это вот, если действительно Поплавская верит в то, что она говорит, откуда вот это вот безумие, когда человек видит, куда все катится, ну нет ничего хорошего. Нет ничего хорошего в несменяемости власти. Нет ничего хорошего в переизбираемом президенте, который переизбирается, я не знаю, в какой уже срок. То есть это будет до конца жизни, вы понимаете? И нет, до последнего. Она в грязи, она там, она сям. Серьезно. Пугачева поехала сейчас в свой этот пентхаус на Кипре, да, или где они там купили этот пентхаус за 1 миллиард рублей, да. Вот понимаете, вот можно взять очевидно обалденные вещи из жизни Пугачевой и обернуть их ужасно. Вот поселок грязь, там такой замок, который, наверное, на Поплавской не снился, да. Нет, все равно мы называем черное белым, вопреки здравому смыслу. Кошмар. Причем продолжим сплетничать. Ребятушки, есть вот эта вот красная кнопочка прямо под видео, которая называется подписаться. Сделайте эту красную кнопочку серой. Нажмите, кликните на ее тем самым пальчиком. Во-первых, начнут такие звездочки появляться. А во-вторых, вступайте в ряды сплетников. Здесь у нас очень интересно. Здесь у нас каждый божий день самые горячие сплетни. И новости. В России сейчас отмечали этот самый праздник народного единства. И первый канал приурочил празднику показ концерта певца Шамана. Во-первых, конечно, Шаман был на каждом федеральном канале. Везде его втиснули. Абсолютно везде. Во время концерта произошло вот это вот видео. Я думал, вот это вот видео было с момента 4 ноября, когда был этот самый день народного единства в Российской Федерации. Но утверждает это с концерта в Санкт-Петербурге. Еще в сентябре прошедшем, когда Шаман под песню «Я русский» нажал на красную кнопку в черном чемодане, после чего сработала вот эта вот сценическая пиротехника, все были в шоке. Вы знаете, я буквально на днях опубликовал исследование New York Times, что ли, да? И они тогда на полном серьезе опубликовали большой материал с возможными прогнозируемыми последствиями по Москве и Петербургу, что случится с этими городами, если на них та же Америка шарахнет ядеркой, да? И какие будут последствия, сколько там, я не знаю, человек отдаст Богу душу, вот эта вот вся тема, да? Вы знаете, когда я опубликовал это в своем телеграм-канале, это интересная была ситуация, потому что все в такое время, когда возможно, в принципе, все и любые безумные моменты, которые происходят с нами, в нашей с вами жизни, они имеют вполне возможный, серьезный такой вариант развития событий, да? И вы знаете, сколько у меня отписалось тогда в комментариях россиян? Вот вы, злобные, безумные, западные нелюди, которые делаете вот подобные вот расследования. То есть, когда New York Times делает такое расследование, это ужасно. Мы здесь все нелюди, мы самые страшные люди на земле. И вот почему Россия, значит, сейчас деноцифицирует Украину. Но когда мы видим Симоньян, который говорит, что надо вообще устроить это самое над Сибирью, да? Когда Соловьев в своем шоу, каждое второе шоу у него звучит «Давайте шарахнем по Лондону, давайте шарахнем по Варшаве». То есть, это норма, да? То есть, вы ожидаете что? Что будут подобные вот провокации, как вот сейчас у Шамана, то Запад будет просто молчать и не будет на это никак реагировать? Почему люди не видят бревна у себя в глазу, а замечают соринку у соседа? Я в шоке от вот этого вот лицемерия. То есть, Западу нельзя прокомментировать эту ситуацию, когда на российском, на федеральном канале каждый день говорит «Сотрем Литву, сотрем Латвию». Это норма, безумцы, да? Представитель Шамана Александр Качан заявил изданию подъема, что кнопка – это реквизит сценический, она не настоящая. Да ладно, она не настоящая, а мы решили, что вынесли ему кнопку. Конечно, она не настоящая, но это все символ, это все то, что согласовывается в самых верхах. Ни один Шаман, ни один его продюсер не решились бы на такой поступок, если бы это не было все согласовано, если не рекомендовано сверху, да? Конечно, кнопка не настоящая, но вы замучили весь мир, будучи безумной обезьяной с гранатой в руке. Скажите, что я не прав. Ну и, конечно, если мы говорим здесь про День народного единства в Российской Федерации, кстати, кто не знает, да, аэропорт в Махачкале признан лучшим местом в Российской Федерации для празднования Дня народного единства. Я не прав? Я знаю, что вы слышали о Бояльце Шабуддинове, об одном из самых известных миллиардеров в мире. И о нем, конечно, много историй, но есть очень интересный, важный факт. Он точно знает и умеет развивать бизнес вне зависимости от ситуации в мире. Его история успеха просто поражает. Сейчас же все больше и больше идут новостей про Хабуддинова Аяза. И вот, кстати, не так давно рекламировали Тарасов с его женой Костенко, этого самого замечательного миллиардера на земле, который действительно поможет вам поднять ваш бизнес с... Ноля, вы знаете, я категорически осуждаю инфомошенников, но вы знаете, интересный момент. Люди до сих пор, люди до последнего, вопреки здравому смыслу, продолжают поддерживать. Фанатов у него просто какое-то немыслимое количество. Присылает мне Ташка. Дорогой Антон, новости по поводу Аяза. Все, что происходит, никак не связано с налогами. Я знаю из первого рукопожатия, что происходит. Ситуация вот в чем. В отношении компании проводится проверка и опрос свидетелей на основании заявлений одной из клиентов Калистратовой НВ о несогласии с условием возврата, предусмотренных договором к участию в программе в 2019 году. При этом компания в полном объеме выполнила все взятые на себя обязательства. Компания считает прошедшая, необоснованным обвинением и сотрудничает с правоохранительными органами, предоставляя им всю необходимую информацию для проведения разбирательства. Компания работает в штатном режиме. Помимо этого, до ситуации с этой мадам Калистратовой, пишет мне Пташка, происходил инцидент, когда Аяз отдыхал со своей семьей. Она на него напала, это самая Калистратова, а после чего и вовсе заявила, что Аяз ее похитил, что в крайней степени вызывает истерический смех. С этой дамой идет борьба не первый день, и сумма, приступились, собранные и представлены в суд доказательства по поводу той самой Калистратовой, что компания со своей стороны выполнила все обязательства. Вы знаете, это все значит восхитительно, когда дело касается Аяза Шабуддинова. Я понимаю, что эта Пташка, скорее всего, имеет какое-то непосредственное отношение к бизнесу Аяза. Миллиардные обороты. Знаете, даже не столько миллиардные обороты, сколько ты все равно проецировал из себя то, чем ты, например, на какой-то момент не являешься. Вот, например, не так давно но я где-то в горах Швейцарии. Мне 32 состояния, что мы все еще в песочнице, и только на самом старте меня не покидает. Это меня драйвит. Вот публикует он эту фотографию в своем инстаграме. И полетели, конечно, комментарии. А это разве не Башкирия? Да-да, Уфа, Сибай. Я эту дорогу ни с чем не спутаю. То есть, человек врал. То есть, он и в Уфе на дороге вот в этом вот Сибае, в Башкирии, публикует фотографию, что он в горах Швейцарии. Манера инфокоучей, манера людей, которые помогут вам развить ваш бизнес, поставить вас на ноги. Вот эта вот вся тема, она ужасает меня тем, что люди до последнего... Он сейчас сидит, на полтора месяца его посадили в СИЗО, ему даже не дали подписку о невыезде. Он сидит сейчас в этом самом СИЗО. Блин, не ту снял! Я хотел оставить восхитительные бусики с этим, потому что слишком много. Ну ладно, пусть будет так. Крутые бусы, ребят, сам настоящий огонь. Поддержите, пожалуйста. Не то снял. Но, когда люди вопреки здравому смыслу продолжают поддерживать тех, которые их, я не скажу, обманывал на деньги, создавал ситуацию такую, что ты в любом случае брал и нес этому человеку свои тяжело заработанные миллионы, миллионы, дорогие мои. Я верю, что дыма без огня не бывает. Мне интересно, когда вот из этой вот всей шайки-лейки, которые сейчас сидят под домашними арестами, кто-то вот уже в СИЗО с миллионными, миллиардными претензиями, когда кого из них реально посадят. Я не верю, что можно построить бизнес, давая советы, как вести бизнес, сам не делая ничего в этом самом бизнесе, а только давая советы по тому, как вести бизнес. То есть вы понимаете, вот этот вот замкнутый круг, который люди до сих пор поддерживают. Я считаю, что подобные коучи не имеют места на существование, потому что я, ребят, ну правда, да, у меня круг общения, он достаточно обширный, достаточно у меня людей в этом круге общения из бизнеса, как среднего, так малого, так и действительно очень большого. Я не знаю, ни единого за все свое время жизни на этой земле. Я не знаю, ни единого человека, который начал бы зарабатывать бешеный день, который начал бы свой бизнес после курсов в инстаграмчике у подобного вот Аяза Шабудинова или кого-то еще из этой всей шарашкиной контроля. Ни единого. Я их просто не знаю. Я слышу эти городские легенды, что эти мультимиллионеры есть благодаря Аязу Шабудинова. В реальной жизни я не знаю никого и не знаю даже второй рукопожатий. Друзья друзей, даже тех, я никого не знаю. А я знаю очень много людей, именно вращающихся в мире бизнеса, да. Интересно послушать ваше мнение. Давайте пообщаемся в комментариях. Я не могу понять, что сейчас происходит с Алексеем Арестовичем, да. Во-первых, конечно, вот он публикует. Сейчас пошла, вы знаете, вот это вот раскачивание лодки, которую я категорически осуждаю, потому что не место сейчас в Украине заниматься подобным. Вот. Сначала кто-то ведет себя как диктатор и вместо того, чтобы пойти нормальным путем ускоренного развития выбирает стагнацию. Потом кто-то плодит массовую коррупцию, потом кто-то плодит ненависть к любому мнению отличным от своего. Потом спустя полтора года и вот он публикует две обложки с президентом Украины Зеленским на этих самых обложках. Значит, я, насколько понял, да, он выходит с новыми тезисами о геополитической военной ситуации сейчас на войне и, значит, еще вчера украинский политик сообщил о самовыдвижении на выборы президента Украины, которые пока не объявлены. Насколько я знаю, когда странам в войне в принципе нету выборов, потому что не может страна, находящаяся в активной войне, заниматься выборами президента. Такого по закону невозможно ни в одной стране, не только про Украину, такого невозможно, да. И вы знаете, он много чего заявляет. Мне очень интересно послушать мнение именно украинцев, которые знают эту ситуацию изнутри, которые смотрят за тем, на чем спекулирует. Арестович, а он спекулирует. Тонкая вот эта вот игра на душах украинцев. Цитата. Правда, значительная доля ответственности за веру рядового гражданина в нашу быструю красивую победу лежит на мне лично. Но зато я не бегу от этой ответственности. Я создал иллюзию в то время, чтобы мы выжили. Сегодня я ее разрушаю, чтобы мы выжили дальше. Так он рассказал, как он создавал иллюзию быстрой победы в СУ для рядовых граждан. То есть человек манипулятор. Однозначно, он великолепно может манипулировать массами. Он великолепно может донести свою мысль, хотя очень спорные мысли, и он утверждает, он рубит с плеча и утверждает, что это все чистая правда. Мне очень интересно послушать мнение украинцев, которые читали его тезисы, его предвыборные тезисы, которые знают его позицию по поводу всего. То есть он пытается, как он утверждает, вернуть Украину в рамках границ 1991 года политическим путем это называется. Не военным, а политическим путем. Знаете, мне очень печально смотреть на то, что сейчас происходит в Украине, особенно в контексте войны в Израиле, когда ракурс интересов смещается, я так полагаю, туда, хотя, опять же, Америка утверждает, что Украину они ни за что не бросят, но мне печально смотреть на то, что некогда какие-то соратники, которые объединялись против одного врага, сейчас начинается вот эта вот игра на эмоциях. Игра на эмоциях, опять же, электората, граждан Украины, мирового сообщества, все вот эти вот темы. Никаких выборов не будет, потому что, когда страна воюет, выборов происходить не может, ну, не по закону это не имеет права происходить, да. Мне очень интересно послушать мнение украинцев, кто наблюдает за Арестовичем, согласны ли вы с ним, поддерживаете ли вы Арестовича, или вы хотите, чтобы сначала все устаканило, чтобы в Украине прекратилась война, а потом уже поговорим. Мне очень много смотрят в Украине. Мне очень интересно послушать мнение украинцев, потому что мне самому крайне сложно делать выводы по поводу всего этого, но, тем не менее, я считаю, сейчас не то время, когда ты начинаешь нападать на действующего президента Украины, говоря, что тот делает что-то не так. Не то время. Сейчас не то время. Война должна закончиться. Интересно послушать ваше мнение, давайте пообщаемся в комментариях. Ну и, конечно, огромное благодарность всем, кто смотрит мои влоги каждую пятницу на моем четвертом YouTube-канале. Вот этот плосложек, например, в прошлую пятницу вышел, по этой ссылочке можете пройти и посмотреть. У меня каждую пятницу на моем влоговом четвертом канале выходят влоги о моей жизни. Кому интересно подсоветить папу сплетников от ревят спеть новостей, конечно, огромное благодарность всем, кто шлет нам донаты. Только благодаря вашим донатам мы станем пускать видео на этом канале каждый божий день. Кидайте нам донаты через суперспасибо, а сикинете донат через бусте. Я вам гарантирую мини-видео поздравления. Привет, от Антона Эс. Просто благодарность. Мини-видео-открыточка записанная эксклюзивно специально для вас лично от меня. Ну и, конечно, присылайте. То, что вы производите малый бизнес, мы с огромным удовольствием это все поддержим и на свою большую аудиторию вас познакомим с нашими сплетниками. Отдельно благодаря всем, кто поддерживает приюты для бездомных животных. Спасибо, милые мои, что не опускаете ручки и помогаете братьям нашим меньшим, доказывая каждый день всему миру, что мы сплетниками не только сплетничать, но и любить. Вот и все сплетни, вот и все новости на сегодня. Спасибо всем за подписки, за пальцы, за комментарии. Лично я благодарю всем спонсорам канала. Удачи всем, всем легкого понедельника. Увидимся обязательно завтра. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok